Время не подрёбана, бережно зажгубана, С пожилтевшим городом серая шрифель. Фронтовые песни, рассказы очевидцев и традиционные 50 грамм за погибших в дни сражения на Волге. Память о тех, кто уковал Великую Победу, о тех, кто 200 дней ночей защищал город-герой незабвенно, а сила духа, выживших в аду Сталинградской битвы, достойна безграничного уважения. Всем живущим сегодня долгих лет жизни, здоровья и счастья. Спасибо большое. Среди тех, кто ребенком познал на себе все ужасы немецких авианалетов, Александр Родионович Дудин. Когда началась бомбардировка Сталинграда, 7-летний Саша с другом шел записываться в среднюю школу. 23 августа 1942-го навсегда врезалась в память Александра Родионовича оглушающим шумом вражеских самолетов. Налетели самолеты и стали бомбить там что-то, где-то, как что-то. И до нас дошло вот это все звучание самолета, все. А откуда он, не возьмись, этот осколок. Я взял его, оттолкнул. А откуда он появился? Мы и я от него оттолкнул, а он миллиметров 200 упал на землю, плюнули, а он весь горит. Воспоминаниями такого рода может поделиться каждый из тех, кто в дне битвы на Волге находился на территории города. К слову, в Волгограде сегодня проживает несколько тысяч детей военного Сталинграда. Продолжение следует...